всем привет вы на канале гриндак гейминг сегодня мы будем проходить захватывающую action-packed adventure под названием depression quest depression quest это интерактивный интерактивная фикшен игра в общем суть суть не в этом суть в том что это анти-энтертейнмент понимаете типа ну это игра которая должна не должна приносить развлечения удовольствие а наоборот угонять вас в еще большую депрессию так же как и все мои видео раньше и сейчас поэтому это эта игра и и мой канал они как бы созданы друг для друга вот поэтому я не мог ее обойти стороной как вы могли ну могли слышать не знаем это игра спровоцировал большой скандал в вообще но в интернете но как бы сама игра здесь особо ни при чем я не буду о нем рассказывать и основной хайпа об этом прошел но как бы после этого в принципе об этой игре в кавычках многие узнали а сегодня я буду ее играть не если можно так сказать без оглядки вот на в основном на какие-то скандалы просто от фейс волю как говорится буду воспринимать тут очень много позитивных обзоров конечно же это все на все плевать мне самое самое интересное что мне то что мазилой и и он как бы заценила honorable mention и как бы если мы заплатим за это и рона пойдет на национальную горячую линию противодействия суициду поэтому будем играть бесплатно итак depression quest эта игра которая а подождите я забыл открыть пиво и за за записать этот звук в качестве с асмар так вот эта игра не предназначена для того чтобы развлекаться также как и мои видео как я уже сказал если вы сейчас страдаете от депрессии или легко триггер пожалуйста не играйте в эту игру менее половины людей с депрессией ищут какого-то лечения потому что нет денег стигма и в общем но депрессия как бы заставляет вас мысли такие мысли что как бы этого ну что это ваша вина и вы должны должны страдать и так далее ладно здесь особо ничего интересного нового не рассказывается давайте начинать сегодня раннее утро понедельника вы вам где-то не 20 и у вас есть significant other по имени алекс алекс это какое-то гендерное нейтральное имя так как игра сделана феминисткой мы можем ожидать все что угодно в том числе и нетрадиционной сексуальной ориентации поэтому давайте почитаем кто такой такая алекс вы встретили алекс через общего друзья несколько месяцев назад вы вдвоем ночь нормально хититов и через несколько неловких свиданий вы стали пары алексы на три месяца младше чем вы и настоящее время студент слэш студентка парт-тайм джаб и широким короче соцаблять и у нее есть разные интересы и вы думаете что вы можете быть для нее слишком для него для нее или для него слишком а то есть у нас уже круг сузился мы можем быть теперь либо мужчиной либо лесбиянкой и она была хороша trying to reassure you что то есть она вас убеждает что что ей с вами хорошо а вы как бы думаете нет нихуя я на самом деле говно как бы вполне подобное проводите много ночей смотря netflix она пытается быть понимать ваших друзей и понимать ваши когда вы когда вы находитесь в нехорошем настроении в общем такой в общем более-менее все у нас так что да и вы как бы что там социальный круг ваш социальный круг состоит из нескольких близких друзей есть онлайн друзья вы очень нервничаете завести новых друзей встречать новых друзей вас утомляет и напрягает и вы чувствуете очень себя виноватым почему потому что когда вы не можете просто заставить себя встречаться с людьми с друзьями и они пытаются быть понимающими что что вы такой вот депрессивный парень окей некоторые из них у вас есть какая-то работа вы хотели больше от своей жизни как в принципе любой человек и ваши родители что ждать родители а у вас есть старший брат по имени малькольм такое имя чадовское знаете мальком какой-нибудь который приехал в другую часть страны со своей женой работать на высокооплачиваемой работе короче успешный планктон такой каждый большой праздник вы с ним встречаетесь и вы очень ему завидуете потому что вы младший ребенок и короче вот такие дела ваши родители и о вас действительно заботятся и да тут тоже ничего особо интересного нет вы страдаете от проблем с мотивацией и иногда 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 жить сложно представляете да вот так вот так поворот жить иногда сложно и вы чувствуете что иногда это ваша вина on bad days можете чувствовать очень себя злым и подавленным и зато злы на себя того что вы слишком ленивый в общем очень много здесь я могу сказать о себе так что по крайней мере здесь правдиво все рассказывается вы проводите много ночей размышляя об этом и это приводит ни чему хорошему кроме потери сна сегодня необычно теплая вечер среды вы провели несколько последних часов на работе и последняя неделя была короче работать не хочется мы были как будто в тумане сегодня весь день просто выполняет свои какие-то роботоблядские дела в принципе да все все правдоподобно и когда вы идете домой на вас резко падает стресс и ваша девушка будет еще учиться видимо где-то в университете или в колледже потому что америка на протяжении будущих часов то есть как будто на типа у нас есть два два три часа свободных у нас уже депрессия да понимаете и вы среди питью слетит короче вы пытаетесь что-то какой потратье это это время на какой-то проект который над которым вы работали что-то что за проект недавно вы и со своими старыми друзьями встретились баре и что-то там что вам решили сделать в общем вы начали свой проект несколько месяцев назад и чудесным образом не забросили его хотя ваш уровень мотивации и усилий падает и возрастает о чем этот проект я не понял что-то карандаши и видимо что-то там рисует знаю чонбол рису окей как только вы думаете об этой работе которого ждет впереди вы чувствуете как паника нападает на ваш мозг со всех сторон и вы думаете как далеко вы видим от завершения этой работы ну да вот как бы я тоже у меня стоило усилий вот сесть сейчас начать записывать это видео и как только вы приходите домой вы чувствуете как стресс на вас еще и еще сильнее как как мягкая сырое тяжелое 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 одеяло падает на вас и ваш компьютер на тебя смотрит с вашего стола и холодильник наверно тоже смотрит вы хотите сесть и работать вы абсолютно истощены ни хуя не хочется окей что же мы будем делать закажем немножко еды возьмем что-нибудь выпить и сядем на всю ночь работать как я сейчас сделал либо будем тупо сидеть торчать у своего стола и заставлять себя что-то делать что тоже часто делаю варианты включен телевизор говоря себе что нужно хотя бы полчаса от работы отличие да четвертое залезть в кровать у вас такой стресс вообще что нафиг нафиг все это надо давайте залезем кровать и будем будем лежать в кровати ну мы сегодня я не буду идти как бы ну по пути там не знают какие там концовки из хорошие плохие я буду делать будем лезть глубину депрессии ну и как сказать не сразу в общем я выберу вариант 3 как какой-то такой не настолько уж кролл кролл инту бет но и как бы да потому что да это то что я часто делаю то хотя мне телевизора нет но ютубчик там посмотреть да сесть смотрите ютубчик и обнаружить что уже конец дня и надо спать и это ничего не сделал это кусок говна и что тут еще рассказать тут картинки для для репостов тамблера есть такие с красивой анимации здесь написано что у вас депрессия взаимодействие с людьми вас утомляет становитесь все более и более отстраненным вы сейчас не находитесь на приеме у терапевта то есть на не на приеме он не встречаетесь с терапевтом и не принимаете никаких медикейшн окей давайте вам включу включаем телевизор и netflix загружается посмотрим посмотрим немножко на уюки только полчаса телевизора асмр немножко ты говоришь себе всего лишь полчаса телевизором и глядишь на с отстраненным взглядом на свой пульт от телевизора садишься на диван и утопаешь в нем включаешь телевизор начинаешь пробегать по каналам через несколько циклов ты понимаешь что ты ничего особо не делаешь кроме как тренируешь свой палец и убиваешь время ты смотришь на часы и видишь что уже прошло 20 минут и как только твой самопровозглашенный временной лимит приближается к концу ты становишься все более тревожным ты смотришь на теле на холодильник говоря себе я сейчас только пойду и сделаем себе моим сэндвичи по-быстрому нельзя же работать на голодный желудок на самом деле когда я поем я просто сразу ложись спать так что не знаю в общем ты ешь ходишь по комнате поедая свой сэндвич и направляющийся к своей спальне ты останавливаешься в двери как будто бы физически неспособны переступить порог и знакомые волны истощения начинают короче я не все слова знаю на самом деле да ты закрываешь двери и садишься на диван ты говоришь себе все еще довольно таки рано через через час я уж точно буду самым продуктивным человеком на свете конечно и ты снова начинаешь переключать каналы csi jeopardy в общем смотришь свою игру и сериал про ментов и чувствуешь что в общем понятно что 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 происходит сидите и пока пока и нифига не сделали просто сидели прилить телевизор остро ощущая что что утром тебя ждет как там бизнес колом и так далее и вся возможность которая у вас была чтобы заняться чем-то действительно полезным creative endeavors и это было squandered в общем проебали вы свое время и все вы чувствуете абсолютно абсолютно отвращение к самому себе и в это время алекс вам звонит говорит что она возвращается из своих занятий вы просто ей отвечаете что у вас был сегодня тяжелый день на работе что вы пытаетесь отдохнуть перед завтрашним днем и она говорит что она понимает и желает вам спокойной ночи и вы не можете не заметить что она звучит немножко разочарованной иронические стресс от того что вы возможно разочаровали своего партнера этот стресс накладывается на тот стресс от того что вы ничего не сделали сегодня звон тревоги в вашем мозге сплавляется вместе с вашим телесным абсолютным истощением и вы утопаете полу гипногогическом тревожным короче вы поняли у вас очень сильная депрессия поэтому не смотрите телевизор только сядете и смотря телевизор вас будет уже очень сильная депрессия особенно россии вы проводите огромное время спя ненавидя себя и вас совсем нет энергии и какой-то мотивации вы все еще не встречаетесь драйпист шутки про изнасилование и и не принимайте никаких лекарств депрессии сегодня мягкий вечер пятница и вам звонит алекс с одного из своих занятий говорит что сегодня будет очень крутая вечеринка в ее квартире подожди апартмент ан короче она живет каком-то общежитии видимо что your mind и тот из your mind of проводит вечеринку ну в общем это за какой-то ваш общезнакомый вас с утра нет работы по мне чего больше делать вы читаете не считаете что что-то вы как как всегда себя нормально не чувствуете вы замечаете что опять жалуете что да мне неплохо пытаетесь объяснить свои чувства и что вы не уверены что вы сможете сегодня пойти на эту релиосом вечеринку на что алекс отвечает секундной тишиной и вы можете поклясться что вы услышали как ее лицо упало она пытается вас убедить любым способом и вы вы уже неделю ее не видели это как бы ненормально да что вам делать что мы не можем сделать shake of your fun and go have a good time with your girlfriend и хуй мы можем либо согласиться пойти либо сказать что блин и я не чувствую себя хорошо и я не смогу и здесь все то же самое те же самые картинки для репостов тамблер давайте все-таки согласимся что уж там может там бесплатное пойло есть вы соглашаетесь идти но ты не чувствуешь себя социоблядью достаточно чтобы куда-то идти но алекс для вас важна поэтому вы пересиливаете себя и идете и как только время выходить приближается и вы берете свою сумку а ну типа какая-то сумка overnight back видимо где лежат там зубная щетка или что-то выдал квартира алекс в пешем как это говорят по-русски то в пешем в пешем в общем недалеко и тут какие-то люди сидят уже на лестнице вы чувствуете как ваша грудь сжимается как только вы под приближаетесь к зданию вы быстро находите алекс немножко поговорили с девушкой у которой сегодня день рождения алекс сразу же просветляется когда вас видит я так счастлив что ты пришел я была не уверена что ты сможешь то есть она уже знает что ты кусок говна который ничего не может не уверена молодой парень хлопает ее по плечу она отворачивается к тебе извиняется за то что им нужно что-то подготовить к вечеринке алекс дает тебе пиво наконец-то пиво все что мне было нужно этим вечером и она в общем тебя целует щеку и уходит круто вы смотрите по сторонам и никого не замечаете энтузиастик ли соучилась да либо либо мы будем нелепо короче стоять в одной из точки и желать вернуться домой и поиграть в видеоигр либо положить свою сумку в комнате алекс и немножко по избегать людей просто запереться в по избегать людей мне это нравится либо прислониться к стене пить свое пиво и ждать когда она вернется и последний вариант продолжать пить надеюсь что это сделает вас менее uncomfortable ну знаете пить лучше всего в одиночестве давайте я налью себе еще на так что мы забираем свое пиво я и отправляемся в комнату к алекс мне похуй вообще берете пиво продвигаетесь через толпу соцоблезий отправляйтесь в комнату как как царь вообще просто комнате нет никаких вечеринчиков это хорошо же да садитесь на кровать и начинайте как царь просто употреблять свое пиво бесплатно получено кстати всегда так делаю вы благодарны за то что у вас появился такой персональный space и чувствуете чуть меньше клаустрофобии и короче сидите в телефоне и попиваете пиво просто просто вечер с делом понимаете да продолжаете говорить себе что через пять или более минуты и вернетесь каждый каждый в общем каждую минуту как только в общем как как время приближается в общем вы поняли да общую на наше как бы в общем у этого человека у нашего героя игры есть такое особенность когда он устанавливает себе какие-то временные сроки когда как только эти сроки приближаются у него начинается паника вы сидите укоренившись в этой точке и вы понимаете что никто вас не знает и никто не будет вас терять отлично просто через несколько минут алекс входит в вашу комнату а вот где говорит алекс я думала где куда же ты мог уйти и решила что ты можешь быть здесь она садится на кровать рядом с тобой она уже достаточно пьяна поэтому она не размазывает немножко говорит я очень рада что ты сегодня пришел если честно я вообще не думал что ты придешь ведь ты депрессивный кусок говна но ты пришел это круто и ты понимаешь что она хотела это сказать как бы с любовью но не знаешь как к этому отнестись сегодня сырой вечер субботы ваша мать приехала к вам и громко заявила что не видит вас достаточно поэтому она решила просто приехать жизненно у вас такое ощущение что к вам приехал круто ревизор и она спрашивает но вообще как дела этот вопрос тебя застает врасплох она повторяет вопрос говорит ты последнее время какой-то сам не свой и она показывает на гору грязной посуды в вашей ну синг блин на последнее время проблемы с вспоминанием слов ладно она на тебя давит и спрашивает были ли у тебя проблемы на работе или что или с алекс или чуть-чуть вообще происходит с тобой и подавлением ее вопросов ты становишься все более и более uncomfortable ты хочешь хочешь ей что-то объяснить почему ты так себя чувствуешь но правда в том что ты не уверен сам ничего ужасного на работе не происходит и твоя significant other и друзья тоже тебя не подводят и в общем проблема только тебе ты желаешь быть способным сказать и передать ей свои чувства не знаешь с какой стороны подойти и она в общем но не очень-то не очень понимающий человек она такой человек которая в общем ее решение любой проблема это просто try harder и maintain a positive attitude в общем да типа просто перестань быть таким депрессивным иди работой и идея там развлекайся как бы да и что вам чтобы вам делать в этой ситуации что мы не можем мы не можем дать ей понять что последнее время ты себя чувствовал плохо и ты рад что она спрашивает но мы не можем это сделать мы можем попытаться быть с ней откровенными мы можем сказать ей что все хорошо и спасибо что спрашиваешь либо мы сменим тему давайте давайте сменим тему ты в порядке это вопрос который ты задавал сам себе последнее время часто и этот вопрос делает тебя мгновенно uncomfortable это а господи когда начинается описание вот этих чувств внутренних мыслей как вот как например почему это бесконечное лето начинают называть бесконечным аутизмом потому что вот начинается вот это вот внутренние внутренние чувства они же их их сложно как-то описать и обычно здесь пробегают каким-то метафором а вот тут что-то ладно давайте попытаемся если вы блин я не знаю просто it's one you would have to spill your guts to adequately describe господи короче мы не можем описать свои чувства на самом деле и у нас целый абзац описывает свои чувства о том что мы не можем описать свои чувства господи о да что более важно несмотря на наилучшие намерения добрые намерения вашей матери скорее всего она худший возможен человек с которым можно было обсудить все это дерьмо ты уклоняешься от вопроса и притворяешься что ты получил смс-ку и как только ты притворился что закончил ее читать ты меняешь тему разговора на ту которая могла бы заинтересовать твою маму она takes the bait в общем успешно успех просто успех в жизни тема изменена все пока она не ушла ты себя чувствуешь не хорошо ненормально и ты думаешь может быть с кем-то еще нужно другим поговорить кто был бы более понимающим симпатизирующим и не просто бы говорил тебе быть позитивным сегодня ленивое утро воскресенье а вы сидите кликаете смотного типа обновляете говно и звонит телефон это сэм с вами работает какой-то чувак сам с которым вы в хороших отношениях и начинает с тобой там такой коротенький разговор проводить вы обычно говорите с ним по телефону там когда надо что-то там отпроситься с работы и так далее поэтому это немножко странно и вы ждете не можете дождаться как только он закончен но вот разговор заходит совсем другом направлении он спрашивает как ты относишься к котам у моей кошки родились котята несколько недель назад теперь у меня очень тяжело найти дом для последнего из котят у тебя же нет котят правда откуда ты знаешь вообще обо мне делаешь какие-то предварительные суждения бы мне что нет котят может мне есть котята ты тратишь момент на то чтобы эту информацию переварить и ты как бы ну тебя этого застало врасплох и он начинает продавать эту идею начинает объяснять как охуенно иметь котенка она очень классненькая любит людей короче сделано сделано она привитая все хорошо здорово как конь и могу привести тебе и любой момент это смотришь по сторонам своей квартиры пытаешься представить кота в ней и он продолжать тебе затирать как охуенно иметь котенка и она будет типа да ты не беспокойся я принесу с собой лоток еду принесу только забирай котенка потому что иначе я выкинули на улицу она сдохнет придется утопить и ты он так не говорит он шел торговый да я немножко ивана гниданской тематике нагнетаю потому что это ты чувствуешь что тебя типа ну в общем давит на твою это и чувство на твою вину на самом деле так со мной сделали один раз что сказали вот бери котенка либо мы утопим я отказался отписывайтесь и вы решаете немножко серьезно подумать и действительно вам действительно очень одиноко и вы бы чувствовали себя менее пустым если бы рядом был кот однако почему я говорю кот если это кошка что что за патриархат какой-то во мне да однако раз вы себя чувствовали плохо может быть это не совсем хорошая идея брать ответственность и чтобы вам делать взять кота знаю что вы сможете справиться кошку блин кошку они кота черт возьми отказаться хотя вы вполне можете справиться с котом с кошкой да господи с кошкой но вы не кошечный человек не кошечный ну бывает да не кошечный человек хотя блять как можно быть не кошечным человеком либо стать владельцем кошки вам может помочь компаньон в жизни отказаться вы не любите кошек что за что-то что за блять чудовище которые не любят кошек отказаться нет я я беру кошку охуенно у меня кошка есть теперь надо выпить за это итак вы принимаете предложение взять котенка и вешаете трубку как только договариваетесь о том чтобы чтобы он завез я вам сегодня ночью и как только вы повесили трубку вы начинаете беспокоиться только что взят ответственность которой вы не сможете справиться и вы надеетесь что что не будет от этого страдать маленькое животное того что вы как вы помните депрессивный кусок говна и вы не уверены на сто процентов чего ожидать и проводите короче остаток вечера получая информацию о том как как владеть котом как ухаживать и так далее и пытаетесь придумать ими и вот вы слышите стук в дверь отвлекая вас от глубокой погруженности в википедию и тут и вы берете свое владение маленького маленькую испуганную черно-белую котенку в переноске вместе со всем что нужно для того чтобы о ней позаботиться вы носите ее свою спальню закрывайте дверь открывайте дверь переноски но она забивается в угол и смотрит на тебя из угла вы чувствуете себя побежденным пытайтесь вспомнить что вы что в этом накопали о том как как представить котенку новую комнату расставляете ее в одиночестве чтобы она сама спокойно вылезла когда захочет ну в общем вы садитесь за компьютер просто поглядывая когда же она выберется но она спряталась внутри иногда делая печальные кошки завывания и этого достаточно для вас чтобы начать беспокоиться о том что она уже тебя не любит но к тому времени как вы идете в постель она уже свернулась калачиком у ваших ног и короче смотрит на вас ложитесь спать через несколько дней вы заслуживаете ее доверия и она начинает вас преследовать спать с вами в общем кошка девочка она теперь живет все хорошо но все равно еще очень сильно диппись депрессирована сегодня поздний вечер пятница и пора идти с работы яркий чистый день уступает место спокойному умеренному вечеру вы слышите как ваши коллеги начинают anxiously мне кажется anxiously и перевод это как тревожно это немножко неправильно как бы не совсем правильный период потому что они начинают тревожно делать планы на на вечер это немножко как-то странно согласитесь в общем они делают планы на на вечер пятницы и на выходные ну и а ты все что ты ждешь это просто прийти домой окей и как только перед концом твоей смены а тебе звонит алекс кажется какая-то группа ваших общих друзей идет в ближайший паб поужинать выпить и отпраздновать конец недели быдло чё прям как я и они хотят хотят узнать пойдешь ли ты с ними и ты говоришь сей это слово я не знаю ты эмоционально истощен от работы и социоблядство тебе просто претит понимаете ты типа говоришь ну да иди развлекись там одна без меня ты знаешь что это время она удалилась со своими друзьями там без тебя и вообще-то и не нужен давно уже господи просто покончить с этим уже зачем тебе это социоблять правильно сиди дома перед со своей кошкой все заебись чё тебе чё тебе еще нужно через несколько часов ты находишь себя в знакомой позиции на диване смотришь комедийные шоу на нетфликс с коробкой пиццы на самом столике перед собой и ты смотришь через диван на неё на неё на пиццу что ли на что а нет короче я понял да нет в общем в итоге она решила пойти к вам несмотря на то что социобляди зовут бухать она почему-то зачем-то решила пойти к вам поэтому вы сидите теперь не смотрите на уйокио на нетфликс с коробкой пиццы на и вы смотрите через диван на неё и чувствуете себя anxious и вам нехорошо того что ты просто заставил ее остаться у себя да вместо того чтобы идти куда она действительно хотела ты всегда был благодарен ее усилием которые она прилагает чтобы подумать о твоих чувствах господи ты действительно в общем ты действительно беспокоишься что ты не даешь ей наслаждаться жизнью и общем ты думаешь что как бы ты депрессивный кусок говна короче вы поняли да кажется что и нравится проводить время с вами вот вы сидите в удобстве под клетчатым пледиком тишине наблюдаете старые шоу которые вы уже видели несколько раз и ваш постоянно усиливающийся страх что ваше отношение становится односторонними отягощает вас еще более вы чувствуете что что вы становитесь все более тяготой для нее что для вас практически невозможно рассмотреть что вы можете дать взамен и что хуже всего этот страх сделал вас еще более в общем и сидите и начинайте самокопать себя и от этого вы даже становитесь отстраненным от алекс что же вам делать в этой сложной ситуации мы не можем несмотря на то что сейчас плохое время и путин все еще президент ваша девушка действительно вас любит и отношения это туэй стрит блять как вот такие идиомы как их переводить в общем работа для двоих не знаю вы короче мы не можем ничего ничего хорошего сделать не можем сказать алекс что насколько она для нас важно мы можем либо спросить алекс счастлива ли она в наших отношениях либо не говорит ничего потому что ты так достаточно обеспокоен тем что она может быть тобой недовольна мне кажется вариант 3 это это худшее что мы можем сделать я я сейчас да я как бы в начале когда-то я говорил что мы пойдем в глубину депрессии мне кажется я жена на пол дороги пересмотрел это решение я буду скорее буду делать так как как я бы сделал поэтому это хуже хуже всего просто спросить ну это хуже всего просто спросить да ты счастлива в наших отношениях блять это это просто пиздец нет просто ничего не говорить посидим сидим с покерфейсом едим пиццу смотрим на в йоке далеко не первое время когда ты имел вот такие разговоры с ней и каждый раз все проходит одинаково ты пытаешься объяснить ей свои страхи о том что ты бесполезен но она пытается сказать тебе что она совсем не видит тебя таким депрессивным куском говна которым ты настаиваешь быть ты настаиваешь что она просто не видит какое-то говно на самом деле от любви чего-то еще эти вопросы эти разговоры никогда ни к чему не приводит ничего нового никогда не говорится и редко ты чувствуешь что круче бесполезные разговоры иногда она пытается как бы углубиться понять почему ты так себя чувствуешь но это всегда заставляет тебя нервничать и иногда ты уверен что единственная причина почему она до сих пор с тобой это потому что она не знает насколько ты ужасный человек на самом деле короче все плохо надо прыгать из окна вес неразрешенного вопроса ваших отношений присоединяется к вам в комнате на какое-то время но ты в общем короче был у нас такой эпизод мы пытались обсудить наши отношения но ни к чему это не привело и мы как-то сменили тему сегодня бризи с андрей автор ну блять мне эти вот эти вот метафоры уже не метафоры блять эпитеты хуй знает да ебали уже честно говоря то бризи у него то в саге то еще что-нибудь ты позволил аманде твоему старому старой видимо подруге из школы а которая приехала в город на выходные поговорить с тобой и ты покидаешь дом чтобы встретиться с ней попить кофе ты встречаешь ее в маленьком кафе и вы говорите о том вообще как дела со времен как мы друг друга не видели и ты чувствуешь что она гораздо больше добилась штанг раз интересней всем кто зам то то зам то блять она одна здесь мы вдвоем то ладно слышишь слушаешь их и они говорят о своей жизни после школы видимо какой-то тип типа вечера встреча хотя и тут пока что было только упомянута аманда но видимо какие-то какие-то друзья из школы в общем пришли мы стали обсуждать дела и оказалось что все они нормальные люди а ты один депрессивный кусок говна кто бы мог подумать как только приходит твой черед говорить о том как у тебя дела ты чувствуешь тревогу и стыд и выдаешь им довольно сокращенной версии своего резюме пытаешься говорить как можно меньше своей работе ты чувствуешь себя удивительно скучно как и я на своем канале удивить удивительно скучное видео ты объясняешь несмотря на то что они проявляют интерес в тебе ты все равно чувствуешь себя удивительно скучно то за это то хер я не понимаю она одна или сколько нас ты поехавший что ли вообще аманда знала тебя достаточно долго чтобы понять в каком ты сейчас настроение по звуку твоего голоса она приближается к тебе чтобы спросить осторожно прикасаясь к твоей руке она спрашивает что не так то есть она поняла короче все что вы пытались скрыть она это поняла потому что вы долго долгое время общались и мы не можем предложить ей сменить место чтобы более в комфортной обстановке ей рассказать о своих проблемах мы не можем прощупать почву и немножко ее открыться надеюсь что она поймет мы можем настоять на том что все нормально и сменить тему мы можем занять оборонительную позицию и спросить что ты вообще имеешь ввиду либо можно заметить что мои руки трясутся давайте вот и последнее сделаем такой маленький вопрос но это чувствуется как удар по кишкам английский язык иногда забавный да ты удивляешься понимаю что твои сильно сжатые кулаки начинают немножко трястись несмотря на твои усилия ты чувствуешь что на глаза начинают наворачиваться слезы и ты пытаешься это скрыть наклоняя немножко голову надеюсь что они всосутся в глаза а предлагает тебе покинуть это место ты чувствуешь себя в общем ужасно чувствуешь не знаю как это слово перевести она предлагает вернуться в твою квартиру но в итоге вы говорите в ее машине два часа и из тебя просто вытекают слова кажется что аманда не уверена что сказать тебе но она слушает гладит тебя по спине а ты все ноешь и говоришь она спрашивает ходил ли ты к доктору обращался ли ты кому-то и ты признаешь что нет она замечает что ее мама встречалась с очень хорошим терапевтом в городе и предлагает тебе у нее спросить вот и тебе эта идея не сильно нравится и еще меньше тебе нравится что аманда может быть кому-то расскажет о твоих проблемах но она настаивает говорит что она пришлет по e-mail информация доктор чуть позже в эту неделю